всем привет хорошая картинка отличная группа но сегодня не про нее а про то что было в моем детстве в детстве у меня не было мисфитс мисфитс появился уже ближе к зрелости и очаровал меня совершенно своей прекрасной возвышенной музыкой а в детстве я много чего любил в том числе любил вот эту пластинку группы electric light orchestra она мне казалось вершиной ну одной из вершин так называемого арт-рока сейчас мне так не кажется я много общем слушал произведение джеффа лина некоторые из них мне нравится до сих пор некоторые не нравится совсем как продюсер он великолепен конечно своей области но это дело вкуса мне его звук совершенно не нравится и я понимаю его идею понимаю цель поставленную перед самим собой цель это достигнуто тысячи процент на все сделано но эта история мне напоминает ту же цель которую ставит перед собой алан парсонс и то что делает алан парсонс мне кажется тоньше музыкальней с большим вкусом сделано и более цельно и парсонс как продюсер обязательно про него поговорим очень интересный человек очень много хорошего сделал очень много хороших пластинок записал спродюсировал массу изумительных артистов и никогда не привносил в ту музыку которую он продюсирует свое видение он делал все для артиста он брал музыку артиста брал эти песни и старался подчеркнуть все хорошее что в них есть убрать все плохое что в них где-то там наслаивалась занимался вот исключительно этим в отличие от джеффа лина который все бы что все что он не продюсировал все превращал в пластинки джеффа лина как-то так нет не очень нравится ну вот этот альбом он я не знаю как сказать ну хорош наверное все таки но настолько он предсказуем и настолько здесь много всего много даже не то что всего а несколько приемов продюсерских несколько приемов аранжировочных которые повторяются из песню в песню и я уже понимаю то есть первый две первых песни turn to stone и it's over и мне уже в общем все понятно абсолютно здесь и все что дальше идет это все ровно то же самое я знаю что после второй строчки куплета будет обязательно бэк-вокал двух-трехголосья и даже понимаю какие буквы этот бэк-вокал споет и какой мелодический крючочек он будет повторять или повторять и повторять и так дальше 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 и задушено все конечно скрипичными делами очень много всего очень много но это мое мнение кто я такой чтобы там обсуждать джеффа лина все скажут рыбин иди в студию сделай так же я не сделаю я не не звукорежиссер и не продюсер я просто слушатель то есть главный человек я тот кто платит деньги джеффу лину покупая его пластинки имейте это ввиду что главные люди в рок-музыке это вы это мы с вами потому что делается все для нас и деньги артистам платим мы поэтому и имеем право судить а кто еще они кто но если это не чистое искусство которого много на самом деле и которые не пользуются популярностью денег приносит достаточно мало пластинки продается плохо но это чистое искусство чистое искусство всегда плохо продавалось она начинает продаваться только со временем у пушкина было достаточно работ которые не приносили никакого дохода и писали критики пушкина списался пушкин уже не тот и читать там нечего однако прошло время и читать там оказалось есть чего также как и у многих артистов которые сейчас не очень популярны а глядишь и лет через 10 20 50 станут классикой джеффлин тоже станет станет классикой уже стал между прочим просто музыки много она разная и каждый найдет свою полочку на которую он ляжет после смерти в виде классика хе-хе-хе-хе да 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 в общем кайфовый человек джеффлин просто немое мне стало интересно откуда все пошло откуда все взялось взялось все значительно раньше я уже говорил про группу the idol race который играл джеффлин и дружил он в ту пору с ровным вудом служили два товарища а в одном этом полке и играли вместе какое-то время потом рой вот отвалил от джеффлина и собрал группу названием мув или дэмув по-разному пишется в разные временные периоды иногда мув иногда дэмув я не знаю чем это было вызвано но группа невероятно интересная группа кайфовая группа наверное в первом эшелоне британского рока было того времени конца 60-х начала 70-х наравне с дэху с мод дэхупл со всеми настоящими рок-группами включая the rolling stones то есть это безоговорочно первый эшелон настоящего именно рок-н-ролла никакой не арт никакой не прок никакой не ничего там ля-ля-ля а британский рок кайфовый яркий ироничный расцвеченный всеми цветами возможными просто очень яркие мелодии но надо начать с того что роль вот это мульти инструменталист который играл на всех инструментах абсолютно не здесь играл на всех инструментах а умел играть на всех инструментах музыкант с отличным образованием прекрасно умеет аранжировать все все что угодно и как продюсер и как музыкант как аранжировщик все что угодно может все первая пластинка вышла в 1968 по моему году до 68 году мув просто история была достаточно сложной писали и 14 месяцев больше года и она практически собрана из синглов мув синглы продавались порядке все было у ребят потому что песни очень хорошие рой воды но здесь кстати присутствует и песня для лимон 3 хиро 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 раунд для лимон 3 которые будут подарил джеффу лину и в до айду рейс она была первым синглом принесшим кое-какие деньги и успех и все остальные песни они чем дальше тех чем они позже записаны для лимон 3 это это там год назад условно сделаны песня чем дальше тем тем ярче и тяжелее и больше гитары в этих песнях и ближе ближе к тяжелому року как ни странно хотя такая в общем британская рок-н-ролльная команда но уходит уже в тяжелую року там fire brigade песня которая на концертах неоднократно исполнялась им и черри был сам клиник который мы сейчас подойдем это вообще эпохальная штука как я уже говорил губ пользовалась популярностью и поехали одну в америку после выхода первого альбома life of the filmer 1969 год очень волновались парни филмер это концертный зал где играл весь underground американский вся настоящая прямая рок-музыка там the doors и все остальные всего вот это вот музыка побережья то есть такая и они думали что же мы будем играть вот здесь вокалист группы карл уэйн вокалист хотя рой вот тоже замечательный вокалист но там рой вот много чем ему много на чем нужно было играть поэтому он часто пел но чаще пел освобоженный вокалист в ингрид пепе перед поездкой в америку филмер west мы думали что же мы будем играть 45 минут своих британских хитов вот этих это же мы как-то там опозоримся там же underground там the doors там джефферсон airplane там quicksilver messenger service в этом зале играли а мы со своими вот это самое 45 минут британских хитов и что кого мы удивим и они сыграли такое безумие здесь они сыграли кавера то да рангрена open my eyes барри мэна don't make me baby blue которая вошла потом студийный альбом которому я подойду сыграли томми пакстона the last thing of my mind ruy wood дальше дальше going back джерри гоффин и кэрл кинг и еще один тот рангрен under the ice на 14 с половиной минут вообще здесь песни такие 7 минут 8 минут 9 минут 10 минут 17 минут 6 минут и under the ice 14 минут пластинка очень плохо записано я не знаю откуда брали звук голоса очень впереди вся музыка сзади отдельно голоса иногда фальшивят как на концертах бывает часто и у всех я не говорю про таких мега певцов как ози осборн где вообще ни одной чистой ноты нет как правило если слушаешь концертный альбом не отредактированный такой прямо из зала записаны но это я приукрасил там ранний концерт там чистые нотки попадались а то что уже вот в поздний период там вообще вот но здесь спета учи здесь чистые интервалы чистые двухголосья но иногда просто потому что человек двиг двигается играет на гитаре там прыгает света вот это все бывает ничего страшного но такой такой безумие гитарная здесь здравствуй джимми хендрикс это называется группа дэму был успех вследствие чего вышел следующий альбом шазам где развернулся уже руевуд по полной hello susie самая легкая вещь на этой пластинке но самая тяжелая наверно в британском роке по гитаризму beautiful dota очень красивая какая-то такая сюитная штучка почти оперная спетая водом прекрасно и cherry blossom clinic revisited 7 минут 40 секунд с уходом в классическую музыку с гитарными какими-то отступлениями классика барокко все вместе и при этом и тяжелый рок еще все 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 вот это такой коктейль ядерный просто атомный feels of people 10 минут со странными импровизациями но очень музыкальными очень красивыми и тяжеленный блюзовый номер don't make my baby blue которые они играли на концерте вот филмеры шесть с половиной минут гитарные рёв гитарные полеты улеты но очень музыкально все без грязи все чисто красиво но настолько тяжело и яростно что здравствуй ладзеппелен привет джимми хендрикс все это вместе в группе дмв и the last thing of my mind семь с половиной минут прощания ударная удар в мозг очередной после чего в группу пришел старый товарищ прояву до джефф лин потому что группа the idol race дышала на ладан не очень хорошо у нее шли дела и райвуд пригласил старого друга джеффа лина группу дымов с джеффом лином было записано две пластинки дымов но увуда и лина уже вызревал план создания группы electric light orchestra совместные и как я прочитал две пластинки дымов были записаны исключительно с целью той чтобы заработать денег на работу над первым альбомом electric light orchestra альбом случился альбом был шикарный сложный крутой музыкальный но два великих артиста не смогли ужиться вместе рой вот ушел из electric light orchestra стал записывать сольные пластинки их достаточно много он организовал группу the wizard сначала пластинок wizard у меня нет у меня есть два сольных альбома вуда где он играет один на всех инструментах и поет всеми голосами и пишет все песни все аранжировки а также рисует обложки вот такие вещи в себе ну вот пластинка bolders она настолько бьет по мозгам разнообразием так много всего но в отличие от electric light orchestra где одни и те же приемы используются многократно ну и там не два три скажем 45 до многократно многократно к ним привыкаешь и даже становится комфортно потому что знаешь наперед что будет сейчас здесь все все время разное все время все меняется ничего не повторяется и от этого честно говоря при всей моей любви крою воду немножко устаешь потому что такое обилие новаций я бы сказал что просто ну так трудно переварить с первого раза хотя все музыка никакого авангарда никакого модернизма никакого абстракционизма до подходи не ленись покупай живопись все красиво музыкально научу но уж очень много просто хочется чуть попроще при всей моей любви к авангарду всяческом а там не авангард там классический урок master еще одна пластинка вода тоже записано практически сольно кое-кто здесь привлечен но здесь музыка попроще хотя в отношении роя вода это неправильное определение попроще музыка сложная но она более внятная более вменяемая и вот эта пластинка она действительно шикарная она просто замечательная и просто слушаешь от начала до конца с огромным удовольствием она как-то как-то вот пришел в себя понял что всю музыку мира в одну пластинку ему не вместить он рассортировал свои песни свои идеи и сделал цельный отличный продукт пойду послушаю и буду пить как всегда пока